В 2021 году правительство разработало специальную программу субсидированного найма. Она предусматривает частичную компенсацию затрат работодателя на выплату заработной платы гражданам. В данном случае речь пойдет о социальных выплатах работодателю при приеме в штат безработных. Программа субсидированного найма была поддержана правительством Российской Федерации. Эта программа предусматривает субсидию работодателям за найм безработных лиц. Это зафиксировано в 362-м постановлении правительства, где предусматривается выплата работодателям субсидий из фонда социального страхования. Для участия в программе работодателю необходимо подать заявление через портал «Работа в России» с указанием имеющихся вакансий. Центр занятости подберет подходящего кандидата и организует собеседование. Если обе стороны все устраивает, то безработный человек получает рабочее место. А работодатель субсидию в размере трех мрот, то есть 45 тысяч на выплату зарплаты. За пять месяцев действия программы работодатели региона подали уже около 250 заявок, чтобы укомплектовать штат на 2000 сотрудников. Работник может трудоустроиться только лишь на полный рабочий день и зарплаты не ниже минимального размера оплаты труда. Работодатель в течение месяца после этого устройства может подать дистанционную заявку в фонд социального страхования. И, соответственно, фонд социального страхования проверит данные работодателя и работника. И в течение 10 дней перечислит субсидию на расчетный счет работодателя. Единственное условие, которое должно быть соблюдено работодателем, это на 15 декабря сохранить занятость трудоустроенных работников не менее 80%. Наиболее востребованными профессиями, которые ищут в рамках программы, оказались менеджеры, инженеры, программисты, продавцы. За пять месяцев работы программы в Рязанской области уже трудоустроено более 100 человек, которые работают в разных уголках нашего региона. Однако получить субсидию могут не все работодатели. Не участвуют в программе бюджетные, казенные и автономные учреждения. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».